Обычно говоря о насекомых, мы представляем себе их крошечными. Но знаете что? Эти малыши иногда могут достигать до полуметра в размере. Как выглядит бабочка с размахом крыльев в 30 сантиметров? Каких насекомых почти невозможно отличить от ветки дерева? И какой внешний вид у кузнечика, который не может прыгать из-за своего веса и размера? В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о 10 самых больших насекомых в мире, которые точно не покажутся вам безобидными. Погнали! Гигантские азиатские богомолы Эти гигантские насекомые родом из азиатского региона считаются одной из самых крупных разновидностей богомола. В длину самец гигантского азиатского богомола достигает 10 сантиметров, а самка целых 15,5. Несмотря на свои размеры, эти богомолы – мастера маскировки, но долго в засаде они не выжидают. Приметив добычу, богомол будет преследовать ее до конца. Основной рацион азиатских богомолов составляют насекомые, хотя иногда они охотятся на мышей, даже на мелких птиц. Словом, на все, что меньше их самих. Как и у других богомолов, в азиатской разновидности распространено поедание самкой самца после испаривания. Однако, несмотря на кровожадность этих насекомых, в последнее время стало популярным держать их в качестве домашних животных. Тарантуловые ястребы Боитесь ли вы тарантулов? Если честно, я – да. А вот вам кое-кто, кого боятся сами тарантулы. Если вы смотрели фильм «Чужой», то, возможно, эта оса покажется вам знакомой. Когда тарантуловый ястреб нападает на свою жертву паука, он откладывает в ее теле личинку осы, для которой организм паука послужит гнездом. Личинка осы растет по жира паука изнутри, затем выбирается из истощенного тела носителя и начинает свою взрослую жизнь во внешнем мире. Вводятся тарантуловые ястребы на всех континентах, хотя ученые заметили, что эти необычные осы стремятся избегать регионов с чересчур жарким климатом. В длину тарантуловые ястребы достигают 5 сантиметров – это самый большой вид в своем роде. Известны они не только кровожадностью, но и болезненностью укуса. Укус такого ястреба считается вторым по болезненности в мире. По мнению экспертов, в случае, если вас укусила такая оса, то следует просто лежать и орать. Нет другого выхода. Невероятная и с трудом переносимая боль от укуса продлится всего 3-5 минут. Жуки-геркулесы Жук-геркулес принадлежит к семейству пластинчатоусых жуков, которые имеют такие характерные признаки, как особое строение усиков, необычные рогообразные наросты, а также способность раскрываться в виде веера. Эти крупные жуки проживают в тропических лесах Центральной и Южной Америки, встречаются на островах Карибского моря. Будучи самым большим представителем своего рода, признан самым огромным жуком на планете. Кроме своего большого размера, жук, подобно мифическому Гераклу, отличается большой силой и способен поднять и перенести вес в 850 раз, превышающий свой собственный. Для сравнения, это то же самое, если бы человек смог поднять 65 тонн. Несмотря на то, что в окружении сородичей, эти жуки ведут себя очень агрессивно. При человеке они чувствуют себя спокойно и не нападают. Гигантские пещерные тараканы Этот вид тараканов обитает в тропических лесах в Центральной и Северной части Южной Америки. Наилучшие условия для них – повышенная влажность и почти полное отсутствие света. Поэтому в основном эти насекомые живут в густых лесах или в пещерах. Это самый большой вид тараканов. Самец достигает в длину 7 сантиметров, а самка обычно значительно превышает его в размерах и может вырасти в длину больше, чем на 10 сантиметров. Гигантские уэта Гигантские уэта – это разновидность кузнечиков из Новой Зеландии. В отличие своих собратьев, эти кузнечики не могут прыгать из-за своего размера и веса. В длину они достигают 10 сантиметров, и это не учитывая длину ног и антенок на голове. Также эти насекомые бьют рекорды по весу. Они считаются самыми тяжелыми в мире, поскольку вес взрослой особи иногда может превышать 70 граммов. Питаются уэта в основном отбросами, растительностью и более мелкими насекомыми. Во время холодных периодов уэта способны впадать в спячку, что позволяет им переносить температуры ниже нуля. Ученые предполагают, что уэта населяли землю еще во времена динозавров, так как палеонтологи часто находят подобных им насекомых среди окаменелостей. В наши дни этот вид насекомых находится под угрозой исчезновения из-за того, что уэта часто становится добычей различных хищников – от орлов до грызунов. Дровосеки-титаны Местом обитания следующего великана в нашем списке являются амазонские джунгли. Самый большой представитель в своем классе, жук-дровосек-титан, достигает 20 сантиметров в длину. При помощи мощных челюстей этот жук способен перекусывать не только стебли, но и даже ветки деревьев. Также он использует свои мощные челюсти для защиты от хищников. При человеке дровосеки-титаны ведут себя спокойно. Если же им угрожает опасность, в дикой природе они начинают издавать громкий свистящий звук, чтобы предупредить своих сородичей. Дровосеки-титаны могут летать, но для полета им необходимо забраться на большую высоту, так что они довольно редко пользуются этим умением. Палочники Эти насекомые родом из индонезийского острова Калимантан признаются учеными как самые большие в мире. Порой их размер может достигать 60 сантиметров. Как ясно из названия, по виду эти насекомые напоминают палки или тонкие ветки деревьев. Эти насекомые малоизучены, так как из-за высококлассной маскировки их невероятно трудно обнаружить. Известно, что они предпочитают обитать высоко в древесных кронах. Окраска палочников защитная – коричневая или зеленая – и может варьироваться от светлого к темному, в зависимости от освещения и других факторов. Много видов палочников легко содержатся в неволе. Более 300 видов выращиваются в качестве домашних питомцев и в лабораториях. Если палочнику угрожает опасность, он будет использовать любые средства, необходимые для того, чтобы помешать атакующему. Одни виды вырабатывают неприятную субстанцию, которая отпугивает голодных хищников, другие кровоточат дурно пахнущей гемолимфой из суставов в теле. Некоторые крупные тропические палочники могут использовать ножные шипы, чтобы причинить врагу боль. Палочники даже способны выпускать на противника химический спрей, как слезоточивый газ. Когда все остальные попытки защититься от надвигающейся угрозы не действуют, то лучший способ спастись – это притвориться мертвым. Чувствуя угрозу, насекомое резко падает на землю с того места, где оно находилось и остается совершенно неподвижным. Павлиноглазский атлас Этот гигантский вид бабочки встречается в тропических и суботропических лесах Юго-Восточной Азии и Южного Китая. Его можно обнаружить в Таиланде, Индонезии и других странах этого региона. Павлиноглазок атлас также называют змеиноголовыми бабочками, так как узор на их крыльях напоминает голову кобры. Такой узор бабочки используют, чтобы отпугнуть хищников. Одна из отличительных особенностей павлиноглазок состоит в том, что размах их крыльев может достигать 30 сантиметров. У самцов атласа передние крылья шире задних, поэтому форма тела у них скорее треугольная. У самок же передние и задние крылья примерно одинакового размера, поэтому их форма тела вписывается в квадрат. Таким образом, самки этой бабочки крупнее самцов. Также им принадлежит мировой рекорд по самой большой площади крыльев среди бабочек, именно 400 квадратных сантиметров. Малайзийские листовидные кузнечики Малайзийский котельдит, также называемый малайзийским листовидным кузнечиком, родом из тропических лесов Малайзии. Длина этих насекомых зачастую превышает 15 сантиметров. Представители этого вида считаются самыми большими кузнечиками в мире. По виду они напоминают лист дерева, что помогает им маскироваться, так как активно передвигаться они не могут. Порой их крылья выглядят почти так же, как и рельефные листья, покрытые пятнами. А иногда в их крыльях могут быть отверстия. Стоит отметить, что кузнечики ведут исключительно ночной образ жизни. Именно под светом луны они отправляются на поиски пищи и партнеров. В пищу они употребляют растения, но иногда не прочь полакомиться и другими насекомыми. Несмотря на очень длинные лапы, этот кузнечик не умеет хорошо прыгать, а посему предпочитает медленно передвигаться и иногда летать. Впрочем, это происходит крайне редко. Любопытный факт, охотники на этих кузнечиков не могут увидеть их, но вполне могут учуять. Поэтому в моменты опасности Катя Эдит выстреливает пахучей жидкостью максимально далеко от себя, чтобы сбить преследователя с толку. Помимо этого, эти кузнечики иногда могут воспользоваться своей способностью к полетам, чтобы удрать от хищника. Птицы-крылки королевы Александра Эта бабочка также входит в список самых больших в мире. Размах крыльев самки птицы-крылки королевы Александра достигает 24 сантиметров, но ученым известны особи с размахом в 30 сантиметров. Впервые эта бабочка была найдена и описана учеными в 1904 году по Пуановой Гвинеи на высоте 900 метров над уровнем моря. Представляете, какие эмоции испытывали путешественники, которые впервые ее увидели? Говорят, некоторые даже пытались стрелять в нее из ружья, решив, что она опасна. Однако птицы-крылки королевы Александры безобидны. Сто лет спустя в наши дни этот вид находится под угрозой вымирания из-за исчезновения его естественной среды обитания, а также из-за невероятной ценности бабочек на черном рынке. Известно, что крупную особь птицы-крылки королевы Александры можно продать за 10 тысяч долларов. Ну а в комменты напишите, что бы вы сделали, если бы увидели какое-то из этих насекомых у себя дома. Я имею в виду из насекомых из этого списка. Какая была бы ваша реакция? Будет интересно почитать ваше мнение в комментариях. Ну а если вам был интересен этот выпуск, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вырубайте колокольчик и вы не пропустите новое термоядерное видео уже завтра. Спасибо за просмотр, а также заоценивайте предыдущие ролики. Субтитры сделал DimaTorzok